Психология отношений между мужчиной и женщиной это необъятная тема, о которой можно говорить бесконечно и так и не прийти к единому знаменателю. Но можно выделить несколько самых важных правил отношений, которые можно легко применить на практике, чтобы достичь взаимопонимания и долгих счастливых лет совместной жизни. В этом видеоролике я вам расскажу, чего ни в коем случае не нужно делать в отношениях, если вы наконец-то нашли человека, с которым готовы прожить всю свою жизнь. Вы узнаете три запрещенных приема, которые никогда не надо делать. Большинство из нас выросли в советское время, а еще наши родители, бабушки и дедушки, выросшие в советское время, передали нам свой образ мыслей и убеждения. В послевоенное время люди женились потому, что выжить в одиночестве было невозможно и многие семьи создавались на основе пословицы «стерпиться, слюбиться». Никакой психологии отношений тогда не было и в помине и поэтому их отношения являются для нас скорее показателем того, как не надо делать, как не надо общаться и как не надо жить. Но неосознанно мы все же переняли их модель поведения, чем успешно заслужили около 80% разводов. Итак, что же они такого делали, чего нам ни в коем случае не стоит повторять? Прием первый. Неудачники. Первое, что было чуть ли не принято, это оскорблять друг друга и ненароком говорить, что простофиля ты и дурачина и ничего у тебя не получится. Ты кроме меня никому такая не нужна. Ты всегда был неудачником и все в таком духе. Другими словами, в отношениях отсутствовали поддержка и защита, а взаимные шуточки, унижающие достоинство и снижающие самооценку, с каждым годом становились все грубее и больнее. Вы должны понимать, что тогда популярной психологии не существовало и фундамент отношений был в большинстве случаев принудительным или вынужденным. Многие люди не знали, что такое ресурсные и здоровые отношения. Но сейчас вы смотрите это видео, а ваш долг передать своим детям и внукам уже новую, психологически здоровую модель отношений. Ведь сколько бы умных книжек об этом ваши дети не прочитали, бессознательно они все равно будут усваивать модель отношений своих родителей, то есть вашу. Взаимные упреки и оскорбления, не веря в своего партнера, великая сила. Женщина, которая не верит в успех своего мужчины, не уважает его и позволяет себе оскорбительные слова в его адрес, способна превратить харизматичного и успешного мужчину в типичного диванного персонажа с низким уровнем жизни и полным отсутствием веры в себя. Мужчина, который ни во что не ставит свою женщину, также с легкостью за несколько лет или даже месяцев может сделать из прекрасной цветущей женщины никченную сгорбленную замухрышку, которая действительно становится кроме него никому больше не нужна. Почему так происходит? Потому что любой, даже самый уверенный в себе человек с остальным стержнем, слыша одни и те же слова в свой адрес, рано или поздно начинает в них верить. Называйте своего партнера неудачником каждый день и спустя какое-то время он сам также начнет о себе думать и недалек тот час, когда он в действительности превратится в полнейшего неудачника. Как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет. Порой кажется, что многие люди получают удовольствие, показывая своему партнеру, что он все сделал неправильно, у него не получилось и он ничего из себя не представляет. Пожалуй, это самая большая ошибка в отношениях, а также самая травмирующая вещь для человека – погружать его в ощущение несостоятельности и несбывшихся ожиданий. Если вы будете действовать таким способом, вы никогда не увидите рядом с собой успешного партнера. В этой нездоровой атмосфере ваш партнер будет гаснуть день ото дня и перестанет быть желанным и любимым для вас и для самого себя. Прием второй. Мы сами. Еще одна большая ошибка того времени, которую мы успешно переняли у своих бабушек и дедушек, состоит в том, что ни на кого не надо надеяться, ни у кого не нужно просить помощи и все свои проблемы надо решать самому. Психология человека такова, что он может и хочет иногда решать задачи своего партнера. В глубине души каждому человеку приятно помогать, но только в тех случаях, когда его просят о помощи и с легкостью принимают ее от него. В случае, если, например, женщина дает мужчине понять, что отказывается от его помощи, он, вероятнее всего, со временем перестанет ее предлагать. Потому что отказ от помощи воспринимается человеком как его ненужность, невостребованность. Что мы имеем в итоге? Измены, расставания, развод. И все из-за того, что супруги с гордостью объявляли друг другу, что им не нужна ничья помощь. В итоге начинают чувствовать свою невостребованность, отсутствие необходимости друг в друге. В современном мире и мужчина, и женщина могут существовать без отношений. Оба могут содержать себя и в случае чего вызвать мужа на час. И делая все самостоятельно и не чувствуя свою собственную востребованность в отношениях, люди перестают понимать, для чего им вообще нужны отношения. В случаях, когда мужчина не просит о помощи и считает, что он все должен делать сам, ситуация также складывается плачевно. Когда такой мужчина оказывается в кабинете психолога, выясняется, что он практически ничем не делился ни с друзьями, ни с женой. Как правило, через несколько консультаций мы выясняем, что все эти мысли являются заблуждениями, порожденными древними негативными установками отца или бабушки. Развеяв эти заблуждения, мы приходим к тому, что делиться проблемами и просить помощи – одна из тех вещей, что сохраняют и наполняют отношения приятной радостью. Связывают людей друг с другом еще ближе и дают обоим партнерам важный повод любить друг друга. Прием третий. Сильные и независимые. Эта ошибка похожа на предыдущую, но отличается тем, что человек не только не принимает помощь от своего партнера, но и пытается соревноваться с ним. Мы живем в мире, где длительные отношения возможны только у двух противоположных ролей. Даже у однополых пар роли зачастую распределяются в две разные стороны, и оба партнера во всем дополняют друг друга. Если у одного лучше получается готовить, то другой пусть чинит сантехнику. А если двое в паре пытаются быть одинаково сильными и выполняют одни и те же роли, такие отношения, как правило, обречены на провал. Природа будет стремиться сделать из них противоположности. Так, если женщина будет брать на себя мужские роли, у нее вполне может вырасти уровень мужского гормона тестостерона. У такой пары тестостеронщиков в первое время будет отличный бурный секс. Потом у мужчины начнет падать уровень тестостерона, он будет становиться слабее, у него начнутся проблемы с эрекцией. Со временем он потеряет интерес к своей сильной женщине. И для него же будет лучше, если это случится как можно скорее. В противном случае он может потерять работу, уверенность в своих силах, к тому же его тело будет ослабевать, он станет более хрупким и женственным. Так мужчине совершенно невыгодно быть в отношениях с сильной женщиной, иначе природа, стремясь к вечному балансу, сделает из него слабого мужчину. И это сейчас не о том, что женщина должна быть слабой, а мужчина сильным. Это значит, что в паре никто не должен соревноваться друг с другом. Если вы поймали себя на желании зарабатывать не просто много, а именно больше своего партнера, на желании быть ярче, лучше, красивее, интереснее, чем он, на желании выделяться на его фоне или на том, что вас оскорбляют и унижают его успехи, тогда как у вас ничего не получается. Ведь это может означать, что у вас неосознанно горит желание быть лучше, чем он, победить его. Это были три самых распространенных ошибки в отношениях. Разумеется, в жизни таких ошибок гораздо больше. И в тех парах, где партнеры допускают эти ошибки, довольно быстро наступает разлад в отношениях. Избегайте их, если хотите создать гармонию и уют в своей семье. Субтитры создавал DimaTorzok